На иллюстрациях Юрия Васнецова оживают герои любимых с детства сказок. Вот волк стучится в избушку, где живут коза и семь её деток. А вот лиса, выгоняющая зайца из его домика. В своих работах художник использует приёмы детского рисунка. Главные персонажи увеличены, второстепенные герои уходят на дальний план. Внимательный ребёнок, когда слушает сказку, он разглядывает в это время картинку. И четыре строчки превращаются в целую историю, в целый мир. Вот что умел делать Юрий Васнецов. Представленные работы помогают не только проследить, как формировался характерный авторский стиль, но и открыть новую страницу в истории советской иллюстрации. Во времена Юрия Васнецова перед писателями и художниками стояла задача поднять детскую литературу до уровня взрослой. Каждая книжка – это было событие. Событие и в книжном мире, и событие в жизни ребёнка, семьи, родителей. Поэтому были привлечены лучшие писатели, которые писали для детей специально. Вообще складывается вот такой круг детской литературы. Важно было взаимодействие писателей и художника. В руки иллюстратора попадали совсем новые произведения, когда никто не знал, как должны выглядеть те или иные персонажи. Васнецов нашёл образы медведя, волка. Он у него абсолютно свой, абсолютно узнаваемый. Он кочует из сказки в сказки, в сказку приобретая разные характеры. Работы Юрия Васнецова вошли в Золотой фонд книжной иллюстрации. До сих пор их переиздают, и родители, читая книги с рисунками художника, не меньше своих детей радуются встрече со знакомыми персонажами. Увидеть его работы в художественной галерее можно до 20 октября. Для зрителей любого возраста.